Всем здрасте! День следующий. Солнце уже на закате. Мы начинаем работать. У меня задача. Вывести вот эти канты, кантики, по бамперу. Скинуть бампер, дочистить крылья на месте, заклеить салон, потому что там сделано все, что мне было необходимо. Да, собственно, и все. Все. Больше мы, скорее всего, ничего и не успеем. Подчищаем то, где мы машинкой не дочистили. Самые потайнушки. Обеззараживаем. берем шпатлевку универсальную. это у нас АДИ Мультилайт. Это самое лучшее из бюджета, что я нашел на нашем рынке. То есть, по своим характеристикам, то, что меня устроил отвердитель, еще шпатлевку, где отвердитель, где отвердитель, по-моему. Странно, почему-то без отвердителя сохнуть, наверное, не захочет. Отвердитель сто лет не мазал. Сейчас посмотрим, насколько я разучился шпатлевать. шпатлевка. Какой клевант? Для берем яики-клевка, тогда ещеiken oper温 отвердитель проекты. И я июньки. Так. zob定, сбивная Так, пока шпакло полуживое. Ух ты блин, что потеплело что ли на улице, да потеплело, быстро сохнет, фара у нас на выброс, поэтому я их не закрывал, лишачок отсюда, лишачок отсюда, и сейчас еще протянем. Тянем. Вот так вот. Всё, по сути, тут шпаклевание можно сказать закончили. Сейчас 3 минуты я также вот эти вот лишаки позагребаю, но еще рано тут прогребать. И, по сути, всё. Можно снимать теперь фару, бампер, они нам не нужны тут, дочищать крыло, в принципе, скидывать крыло с машины, когда я подровняю крыло. Я подзавалю жидкарем еще, потому что капот буду жидкарить, он в мелких точках, то ли град попала машины, непонятно. Ну, их все шпатлевать вручную я не буду. Тут буквально две зоны, где надо именно протянем шпаклом вот тут и вот тут. Что-то кривое именно механически было сделано руками человека. Во всем остальном тут протянуть можно уже и без бампера он не нужен, потому что зазор хороший. Скинем морды, больше нам мешать не будет. Так что, и дальше активная работа рубанками. С крышей будет интересно. Крышу ПДР или посмотрим, что мы с ней сделаем и как мы ее сделаем. Иногда звучат вопросы, что за шпателя и почему они без ручек. Это заводские шпателя. Я всегда делал себе сам, обрезал ручки на шпателях, а это заводские или клеровские шпателя. Чем они удобны? Шпатлю какой хочешь стороной, это раз. Во-вторых, взял такой шпатель. Он у тебя и узкий, взял его вот так, он у тебя и широкий. При этом структура работы не меняется. Очень удобно. И также в наволовской мойке для шпателей его удобно помыть любым краем его туда. А прокину никаких ручек, никакими мошонками шпатель не цепляется. Советую, пообрезайте на своих шпателях ручки, и вы почувствуете, насколько это удобно работать. Так, у нас следующее доброе утро. Начали с обеда. Вчера мы ставили трубку кондиционера, меняли. Пришлось сделать вот это. Да, трубка кондиционера. Ну, заодно уже по пути сделали это, нашли. Тут одну болячку, проблемку. Резинки надо будет поменять. Там мелочевка, там мелочевка. Но это оставляю на потом, потому что если я сейчас займусь вот туда в резиночке, которые надо бы посмотреть, подменять, это будет... Малярка уйдет в сторону. Ням-ням-ням. Что делаем? Сейчас запечатываем все проемы, чтобы у нас туда не срало. Убираем все вот это лишнее, потому что оно реально уже мешает, и надо с ними работать дальше, поприпаивать. Тушки оторваны. Бамперушки, ковер на выброс. Он нам не нужен. Едет новый. То есть сейчас обезжириваю внутренние части. для заклейки. И закатываем дверные проемы. Хотя мне водительский закрывать сейчас невыгодно, но я его хотя бы обезжирю, потому что нам еще машину переставлять нужно. Она будет работать не здесь. Сейчас начнется самое интересное. К капоту придем. Крыло чуть-чуть пробью гляну. Что у меня с ним получается. Что тут еще пошпатлевывать? Кантик вот этот, чтобы он ровненький был. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... 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 сейчас вытрем весь капот посмотрим что это получится морду и почистил часа два наверно прошло затянулась это сейчас карандашом проводил то где мне нужно шпатлевать чтобы сейчас повытирать вот эти остатки роскоши так сказать иначе потом просто повытираю провтыкаю буду искать еще раз по крылу нашел несколько новых точек а так собственно все второй круг у меня тут стоит восьмидесятки один уже лег второй только начал как ни странно вот этой коррозии которые подлога красочным и очень мало и она какая-то слабо развивающийся но через кого которая проходит я не знаю все это дело я не знаю как массаж мероприятия то есть ничего и не знаю как смеш黨 ломка наградутся в два раза в месяц до сих пор и тут сこれは в месяц там обморачиваемся то есть тут про шпатлевую тоненькая чисто пробегусь 120 проверю остатки ямы потом это жидко рём подалью пока что по плану у меня отлить жидко рём все равно красить через мокрый по мокрому и грунтовать наполнителем смысла тут не вижу момент еще показать хочу забыл что-то за них есть еще такие шпателя по моему-то 3м бонда они не резина не пластик что-то где-то между для вот этих мест очень удобно протягивать именно тут то что металлический так ну как ни крути не загнешь он где-то будет оставлять краешек островатый на этих же шпателях эта функция отсутствует красиво вот эти места все протягивать металл слишком грубый не выведет так красиво его я бронюх вообще забыл а так сразу хоп как гладенько да получается прям по красоте классная штука ну ровные участки мишпатлевать конечно не так приятно как металлом металлический ровнее оттягивает все изгибчики еще что-то просто царски так дело к вечеру идет надо что-то логическое заканчивать шпатлеванные участки перетерты восьмидесяткой на бруске не перебиты машинка 120 просто убрана риска обезжирена все сейчас пока обезжирка испаряется тут видно остатки где-то мокрой этим частый косяк у тех кто не знает где потом искать причину чё на шпатлевке бубырится вы грунтуете там шпатлюете красите на слой который пропитана еще обезжирка обезжирки нужно дать время чтобы испариться либо и оттуда хорошо выветрить феном нагреть воздухом хорошо выйдут ну то есть надо как-то испарить все обезжирено лично там где надо заклеена тут я буду все снимать еще дыгового металла поэтому мне пофиг по заклеила чтоб лишнее меня не закидывала ну и там чтоб легче чистить было сколько разводить сколько разводить до 100 грамм туда 200 грамм это немного сюда в общем 200 грамм и сюда грамм это тоже 200 400 грамм густочка сейчас бахнем так жидковать жидковать мы будем леклеров sky 0 4 210 замечательная шпатлевка хорошо сохнет хорошо трется поддается перетирке есть у нас из того чего брали когда леклеровский не было на складе у половская вроде ничего шпатлевка но трется так херово и шагрени у нее больше чем у это если это разливается замечательно натягивается шагрени фактически нет у той даже с условием разбавления банка еще есть одну выработали 1 наверное у нас пропадет либо будем ждать пока опять на складе закончится это любую жидкую шпатлевку надо очень долго и тщательно вымешивать долго это в плане в 3-4 минуты стоять ее так колбасе просто телепания в банке это бесполезный труд ее надо именно вот вымешивать какие густые хлопья также по разбавлению я просто сейчас буду вымешивать снимать не буду по разбавлению очень важно чтобы разбавитель был именно для жидких шпатлевок у леклера это полифан у других компаний это свои разбавители читайте тдс но ни в коем случае никаким 47 никаким акриловым потому что шпатлевка сворачивается в хлопья она не смешивается с разбавителем и вы потом наносите не пойми что на деталь отсюда и все отслоения бубырение расслоение отторжение материалов друг от друга это все за неправильно используем тдс вот она только начала становиться более-менее однородно развел жидкую шпатлевку 10 процентов разбавителя добавил мне нужен слой не сильно жирный тут у меня жидкая не столько как выравнивание чего-либо в плане дырок сколько просто под заполнить чуть-чуть рисак контур чтобы у меня не образовывался который после перетирки образовываются я готовить это все буду под окраску мокрый по мокрому мне так привычно удобных макариком красить не грунтую именно грунтом наполнителем потому что это надо будет там дать 23 слоя таких хороших чтобы их потом перетереть а здесь у меня с одного слоя толщина будет как от двух трех слоев грунта наполнителя просто что на грунт наполнитель после перетирки можно красить это да на жидкарь красить напрямую нельзя ну я же говорю я под мокряк готовлю поэтому для меня это более выгодный вариант в плане экономии времени по нанесению по цене на материал получается по сути одинаково может даже где-то грунт и дороже будет чем жидкарь но по удобству работы именно в этом случае мне так удобнее сделать были бы это только два крыла может быть я бы загрунтовал их потому что там надо грунтовать бампера пороги до хрена еще всего еще грунтовать но капот пришлось бы накрывать весь грунтом а так будет только там где мне нужно пистолет это сагола 3300 дюза 2 и 2 и башка специально под эту дюзу именно созданы подача на всю факел и походу на всю не знаю просто на жидкаре тут маленький и поехали все вот этого мне достаточно тут уже под сотку микрон будет все может разве что если у меня что останется пройду еще сейчас гляну вдруг чего-то где-то здесь 5 нит не буду сильно буду делать овала себе так уже рука пошла весь центр накидаю потом это почти все сотру ну зато все будет по плоскости проверить вообще не планировал атаку делать именно вот так вот там где не надо вот прям точно не надо туда я точно не лезу там где точно надо я точно прохожу есть посмотрим то у меня тут еще два крыла пройти раз значит пройдем их здесь прохожу после того как она подмотовеет ну шпатлевка сразу в себя впитывает на металле само собой надо ждать пока испарится наружу все еще слоёчек можно подкинуть глянем на чем мы заканчиваем день здесь два слойчика еще не совсем досохло ну вот так натягивается хороший жидкарь натягивается даже лучше чем дешевый хороший грунт ну будем терять покажу как он растягивается тут подлил еще здесь зона и вот тут кусманчик такие самые некрасивые плавуны ну все теперь тут сохнет несколько дней будет сохнуть димона пока там двери я займусь на днях крышей потому что тут есть что поделать крышей спущусь с крыши может на один батон проем багажник у нас ровный задний бампер счесать просто из-за грунтовать с порогами еще пока лупаясь с порогами уголки поломы какой-то непонятный пластик который не берет ни паяльник не фен не суперклей к нему не клеится хрен чем и делать ну тут уголочек от ломана на этом пороге на переднем тут краёчек разорван то есть тут это все надо будет как собрать в кучку вот когда это как-то в кучку соберу я скажу какие-то сделал к нему даже сетка невозможно сетку впаять то есть вот настолько он кончены и нигде не могу найти обозначение не похож на полиэтилен не похож но что-то неясное ладно это разберемся всем пока